Всем добрый день, меня зовут Евгения Гламус, я креативный директор международной выставки PIR, которая в этом году пройдет с 19 по 22 октября в Крокус-экспо. Юля, привет, подключаюсь, подключаемся. На этой неделе мы проводим прямые эфиры с женщинами, которые развивают, меняют, улучшают российскую ресторанную индустрию. Мы говорим про пиар, мы говорим про новые проекты, мы говорим про запуск и перезапуск, мы будем говорить про винные бары, мы говорим даже немножко про премии. Только что я говорила с Машей Тюменевой про ресторанный пиар, а сейчас мы говорим совершенно про что-то другое, но настолько же важное, как и пиар для того, чтобы ресторан функционировал. Юля, расскажи, кто ты что-то и за что ты отвечаешь? Жень, привет, спасибо большое за приглашение. Я отвечаю за департамент проектирования в компании «Русский проект». Я преподаю в школе ресторанного менеджмента Аркадия Новикова и, собственно, активно работаю и внедряю систему ХАСП на предприятиях общественного питания. Юль, знаешь, мы начнем с тобой сразу с очень практического, наверное, вопроса. Как вообще, что поменялось с 28 марта? Что изменилось с 28 марта? И, как сказать, как поменялись потребности в оборудовании, в проектировании? Стали ли люди больше заказывать что-то? Может, они вообще перестали что-либо заказывать? Вообще новых ресторанов нам не ожидать еще 10 лет. Надеюсь, что этого не произойдет никогда. Потому что, да, ресторан и бизнес – это, собственно, наше все. Ну, я могу сказать, что изменился запрос на проектирование в первую очередь, изменился качественно, да? То есть, если раньше достаточно большой объем запросов был именно по предприятиям общественного питания, небольшим точкам питания, кафе, рестораны, точки на фудкорте, то сейчас запрос уходит больше в Dark Kitchen, уходит запрос в проектирование каких-то укропненных производств по производству, возможно, полуфабриката, возможно, какой-то продукции, которую можно там доставлять в доставке, реализовать в ритейле, то есть, ну, более широкий спектр продукции, которую можно было бы выпускать. Что касается запроса по оборудованию, безусловно, изменилось, потому что, ну, я думаю, что те, кто давно в этом бизнесе проживали, да, кризисы, которые были, там, восьмом-девятом году, в четырнадцатом-пятнадцатом, естественно, в такие периоды, конечно, запрос меняется клиента, заказчик начинает более точно считать деньги, просчитывать инвестиции, поэтому, конечно, всегда есть запрос на какие-то более бюджетные бренды, производители, более демократичное по цене оборудование. У меня к тебе такой вопрос. Я сталкивалась с тем, что сейчас рестораторы некоторые не знают открываться или не открываться в том формате, в котором они существовали до карантина. Есть там какие-то задачи, может быть, перепрофилировать обыкновенное кафе в тот же самый Dark Kitchen, потому что позволяет арендная ставка. И вопрос тут нового бэушного оборудования, стоит ли вызывать профессионального проектировщика. Ну и вопрос вообще, наверное, как действовать в таком направлении, да, потому что некоторые, вот я вижу там на форумах, особенно в ВКонтакте, пишут, вот, сейчас куча народа закроется, покупай БУ, да, или вот у меня друг, сейчас тоже шеф-повар, он тебе все там напроектирует. Вопрос, как действовать, да, есть ли какой-то, может быть, чек-лист в такой ситуации? Ну, во-первых, я, конечно же, всегда за то, что каждый должен заниматься своим делом, да, поэтому я, конечно же, всегда за то, что должен заработать профессиональный технолог-проектировщик. Это первое. Но для того, чтобы его приглашать, ему необходимо четко сформулировать ТЗ. Что такое ТЗ, да, это концепция, что мы делаем, куда доставляем, что готовим. При выборе проекта, который будет работать на доставку, здесь очень важно определяться с меню. То есть блюда должны быть там невысоко рискованные, да, должны соблюдаться условия по приготовлению, температурные режимы по хранению. Мы должны понимать, каким образом будет организована эта доставка, логистика, сколько времени будет этот процесс занимать, и в каком виде гость получит свою продукцию, да. Поэтому мы часто видим, да, что наиболее востребованные блюда на доставку, там, это суши-роллы, пицца, бургеры, да, то есть тот продукт, который до гостя может доехать, ну, в минимально искаженном виде. Скажем так. Что касается бэушного оборудования, я всегда говорю так. Бэушное можно брать, если, первое, это известный популярный бренд производителя на рынке, если есть проверенные надежные дилеры и сервисные компании, обслуживающие, занимающиеся ремонтом этого оборудования, если же вы смотрите в сторону, там, малоизвестных брендов, особенно это относится к китайским производителям, если вы решились их брать, то самый определяющий фактор – это цена. То есть, условно говоря, если вам его, там, за шапку сухарей отдали, и вы готовы к тому, что он может выйти строить через неделю, через час, через полгода, а, может быть, и будет работать, это ваши риски. Но если все-таки вы работаете в сторону, ну, какой-то перспективы, скажем так, да, там, и рентабельности бизнеса и работы, то все-таки стоит рассматривать более популярные, наверное, более признанные на рынке производители. Абсолютно. Сейчас пошел такой тоже слух. Поправь мне, если я не права, что у поставщиков оборудования, да, у проектировщиков, просто нету оборудования, потому что в Италии был совсем-совсем кризис, в Китае, мы тоже знаем, все заводы стояли, пароходы, да, и сейчас, чтобы что-то купить, нужно планировать очень сильно вперед, ничего на складах нету, ничего нигде нету. Правда ли это? Ну, я могу только с позиции своей компании говорить, да? Прямо, я прошу прощения, одну секунду. Так, у меня там что-то... Юля, продолжай, пожалуйста, говорить, я сейчас вернусь. Да, хорошо. Я могу говорить только, конечно, с позиции своей компании, но, во-первых, наши склады в достаточно значительной площади и позволяют нам иметь очень большой объем оборудование на складе. Это первое. Во-вторых, у нас есть большое количество брендов собственного производства. Фабрика находится у нас в Ярославле, и это позволяет нам также иметь достаточно короткие сроки по производству, пусть и ограниченного, но, тем не менее, самовостребованного и необходимого технологического оборудования. Вопрос, касаемый поставок из Европы, да, но я думаю, что ни для кого не секрет, что средняя продолжительность поставки с европейских фабрик, там, Италии, Франции, Германии и так далее, составляет от полутора до двух с половиной, там, трех месяцев. Соответственно, ну, мы до пандемии, то, что было по плану, мы должны были вывозить, мы успели вывезти, и за это время, пока происходит вся эта ситуация с карантином, это оборудование успело поступить. Безусловно, то оборудование, которое, у которого подошли сроки производства в этот период, безусловно, оно пока еще, там, вывезено частично, либо не вывезено вовсе, поскольку логистика в Европе достаточно дорогостоящая вещь, и понятно, что машина никогда не идет, там, и забирает оборудование с одной только фабрики, да, и, естественно, повторюсь, да, что то, что не было, то, что было произведено в период пандемии, сейчас будет в первую очередь выходить с фабрик в соответствии с графиком их открытия. Поэтому я не могу сказать, что мы ощутили какой-то заметный провал в оборудовании, потому что мы, как правило, компания, занимающаяся комплексными поставками и давно работающая на рынке, мы всегда предполагаем определенный фактор сезонности, да, для нас самая, там, подготовка к сезону, это с февраля по апрель, да, когда люди начинают готовиться к сезонному открытию объектов. Соответственно, на конец января, середину февраля мы уже, там, планируем и затариваем наши склады так, чтобы весь этот период интенсивный можно было прожить, там, не в дефиците. Поэтому мы пока никакого, там, заметного провала не ощутили на себе. Склады не стали отпустить. Ну, а там, где были вынуждены какие-то задержки по поставке, да, по объективным причинам, ну, безусловно, там, со всеми приходится договариваться, мы вообще всегда наших заказчиков рассматриваем, безусловно, там, как партнеров, а главный принцип бизнес-партнерства, да, это достижение договоренности. Поэтому приходится договариваться. Юля, скажи мне еще такой вопрос. Глобально сейчас очень сильно меняются правила, да, появляются новые санитарные нормы, появляются новые, там, люди должны сидеть в полтора метра друг от друга, может быть, даже в двух метрах друг от друга, на кухне появляются новые санитарные нормы. Насколько вы можете подсказать, что делать дальше? На что я вижу, что повара очень боятся вообще санпинов, ужасно, от слова «хасп» у них у всех сразу все горит, потому что они просто не понимают, что это такое. Там, где я училась в Великобритании, «хасп» — это норма, и она так, да, один день обучения, насколько я помню, раз в год кто-то приходит, еще раз тебе помогает поднять твои там знания, и все, и как бы ничего страшного. Здесь от слова «хасп» люди шарахаются, а некоторые шефовара ставят себе это даже в резюме, как такой, знаешь, значок отличия. Скажи в двух словах, что такое новые санитарные нормы, да, что можно вообще сделать по этому поводу, и где тут может вообще пригодиться «хасп»? Ну, смотри, во-первых, новые санитарные нормы, они, наверное, нацелены больше на повышение безопасности как сотрудников, так и гостей, да, поэтому основная их задача — это регламентировать именно нормы по дезинфекции, обработке, Женечка, мы тебя не видим. Да-да-да, простите, ради бога. Дезинфекции, обработки, там, рук поверхности, там, и так далее, как гостей, так и сотрудников. Что такое «хасп»? «Хасп» — это система менеджмента, которая применяется в организации. Есть очень такое мнение, заблуждение, на мой взгляд, да, когда заказчик думает, сейчас я вызову там волшебного человека, да, там, или волшебную девочку, как ты в предыдущем эфире сказала, да, которая там заплачу там условные там какие-то там 30 или 50 тысяч рублей, и она мне «хасп» внедрит, и я могу спать спокойно». Внедрит. Да, внедрит, именно так это происходит, да. Неправильный подход, потому что «хасп» — это система, это должно работать, да. Это, во-первых, определение критических точек. Эти точки может определить либо, там, непосредственно сотрудник предприятия, это может быть шеф-повар, завпроизводство, владелец, администратор, ну, в принципе, кто угодно, кто имеет к этому отношение, самое главное, кто это понимает. Если у вас такого человека нет, то можно пригласить, да, действительно, внешнего аудитора, который определит критические точки, которые необходимо контролировать именно в вашем предприятии. Соответственно, да, и, соответственно, дальше, да, для того, чтобы снизить санитарные риски в этих критических точках, мы прописываем определенные инструкции, что и как должен делать персонал, сотрудник, что измерять, какие показатели и так далее, для того, чтобы риск в этом моменте свести к минимуму. Как нам может помочь «хасп» сейчас с введением новых санитарных требований? Например, да, есть требование, что официанты должны менять одноразовые перчатки, должны обрабатывать руки санитайзером, повара должны носить, там, ту или иную защитную одежду. Соответственно, мы просто создаем определенные инструкции, где мы прописываем, что каждый официант должен раз в два часа обработать руки, сменить перчатки. У него должно быть место, куда он эти перчатки будет утилизировать, у него должна быть какая-то инструкция, чек-лист, где он должен поставить свою подпись, что он это сделал. И так мы прописываем для каждого сотрудника. То есть, собственно, «хасп» — это, на мой взгляд, я тоже всегда сталкиваюсь с тем, что повара обычно этого боятся, но мне кажется, что для наших предприятий общественного питания это, наоборот, большое спасение. Потому что не секрет, что большинство помещений не предназначены для размещения там предприятий общественного питания. И чаще всего владельцы идут заведомо на риски, на нарушения, понимая, что это неправильно. Соответственно, если мы внедряем систему «хаспа» и прописываем эти инструкции, мы просто эти риски снижаем. И таким образом у нас всегда есть ответ Роспотребнадзору. Очень важный момент. У Роспотребнадзора есть чек-листы установленной формы. Кому это интересно, если напишите в личку, я со всеми с удовольствием поделюсь. То есть это чек-листы, которые можно спокойно абсолютно использовать для внутренних проверок, для того, чтобы понять, какие моменты, какие точки подлежат проверке и что с вас будет спрашивать врач Роспотребнадзора. Абсолютно. Слушай, у нас есть еще пять минут. Я могу задать тебе еще один вопрос? Наверное, это такой вопрос. Как сильно ты сейчас видишь... Сейчас правильно сформулирую. Как сильно ты сейчас видишь потребности в открытии совсем-совсем маленьких точек? То есть совсем таких, скажем, мобильных. Мы понимаем, что мобильные, словно говоря, футраки нам не разрешили. Но мы также понимаем, что непонятно, разрешат ли открывать наши большие, там, не знаю, двухсотпосадочные рестораны. Видишь ли ты... Мы не говорим сейчас про Москву, Санкт-Петербург. Говорим, что вы про регионы. Как ты видишь развитие именно маленьких точек и в каком направлении? С точки зрения, если не говорить про dark kitchen и доставку. Ну, маленькие точки... Во-первых, общепиток и бизнес. То есть когда человек приходит и хочет что-то открывать, это нужно помнить, что он открывает для того, чтобы зарабатывать деньги. Естественно, размер точки, безусловно, зависит от концепции, местоположения и так далее. И это должно быть увязано с бизнес-планом, который существует. Безусловно, маленькая точка, она чем хороша? Во-вторых, она более мобильная, безусловно. То есть в любой момент можно собрать, убрать и так далее. У тебя нет огромного количества железа, которое нужно где-то хранить. Во-вторых, безусловно, сроки окупаемости там будут значительно более короткими. Рентабельность, возможно, будет более высокая. Но здесь вопрос даже не в площади, а вопрос в том, какое меню мы там хотим подбирать. На маленькой точке... Да нет, что мы хотим там готовить. На маленькой точке можно, по сути дела, разместить все. И здесь очень важно, чтобы мы не расползались по меню, что мы делаем все от суши до бургеров, и все это на пяти квадратных метрах. А все-таки, чтобы как-то сконцентрироваться, чтобы дать гостью тот продукт, за которым он придет, именно в твою точку, именно к тебе. Мне кажется, это так. Я просто смотрела, мы совсем недавно общались с коллегами из Краснодарского края, там большие чайханы переформатировались очень быстро, маленькие совсем, малюсенькие точки по самсе, каким-то тоже там чебуретам, пирожкам, т.д. и т.п. Это были прям совсем маленькие ларечки. Я все пыталась понять, как можно так быстро все это оборудовать, но я теперь понимаю, что... Просто обращаешься к противовщику. Да, у чайхана там просто большие достаточно у них площади, поэтому у них есть все для того, чтобы готовить все. Готовить все, это точно. Юль, спасибо тебе огромное. Мы сейчас запостим в сторис ссылку на Юлю еще раз. Юль, может быть, написав прямой, нам скинет чек-листы Роспотребнадзора. Ну и мы увидимся, надеюсь, на пире обязательно. Надеюсь, даже раньше. Еще даже раньше, абсолютно. Всем хорошего дня. Это будет выставлено в Инстаграм ТВ в запись. Завтра в 13.00 будет прямой эфир с Анастасией Татуовой, основательницей сети кафе Андерсон. Думаю, тоже будет интересно. Спасибо большое и хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо. Пока-пока. До встречи. Продолжение следует...